Головные боли, быстрая утомляемость, тревога, потливость и панические атаки. Такие симптомы все чаще возникают у людей, переболевших коронавирусом. Это явление получило название постковидный синдром. Однако депрессия развивается не только после перенесенной болезни, но и просто на фоне эпидемии, в том числе и у тех, кто не болел ковидом. Коронавирус, вообще любой вирус депрессию не вызывает. Вирусы могут влиять, самые разные вирусы, включая и коронавирус, могут влиять на нервную систему. И вообще любое серьезное, тяжелое инфекционное заболевание, оно вызывает и ухудшение памяти, и ухудшение внимания, снижение настроения, соответственно. То есть, ну вот такое и в плане неврологическом тоже влияние оказывает. Самое распространенное объяснение формирования постковидного синдрома – прямые повреждения органов во время затяжного течения болезни. В случае, если эмоциональное состояние выходит за рамки легкой формы, необходимо обратиться к специалисту за лечением. Игнорирование депрессии может привести к опасным последствиям. «Суицидальное высказывание, поведение такое, когда человек вообще замкнулся, и плаксивость, да, плачет, говорит, что смысл потерял. Вот, все, тогда нужно, ну, близким насторожиться, да, друзьям, знакомым, родственникам, всем, ну, помощь оказать этому человеку». Если вы сами после болезни ощущаете признаки депрессии, не будете поделиться этим с близкими. Именно они смогут поддержать вас и помогут избавиться от негативных мыслей. Также, по словам психолога, хороший способ справиться с депрессией, спорт и различные хобби. «Как выходить-то на позитив? Переключать свое внимание, не проваливаться, да, не мусолить вот по сто раз один и тот же негатив. Переключаться, находить какие-то занятия, увлечения». Если задумали, что пора к доктору, но не уверены, что это необходимо, можно использовать шкалу Гамильтона для определения депрессии или шкалу БЭКа – специальные опросники, которые позволяют оценить состояние пациента. Ни в коем случае не нужно заниматься самолечением. Опросник может лишь убедить обратиться к доктору. Екатерина Шмакова, Евгения Шевцова, Сергей Рябов. Служба новостей Саров-24.